Международного экономического бомба 2018 года. Уважаемые коллеги, мы сегодня подводим итоги Петербургского международного экономического форума, который у нас проходит, потому что мероприятие продолжается под девизом «Создавая экономику доверия». Во всем мире уже обсуждают экономику доверия. Мы в это верим, по крайней мере, те сводки информагентств, которые идут со всего мира, говорят о том, что главным фактором, влияющим на политику, является то доверие. И вот в Петербурге его обсуждают. Кратко подведу предварительные итоги и обозначу наиболее значимые из них. А перед тем, как это сделать, хотел бы поблагодарить... Обычно мокрецов приходит, не мокрецов они. Хотел бы поблагодарить... Тогда начнем не с администрации, а с горожан, а с петербуржцев. За потерпение, уважение и радостное, замечательное солнышко, которое нам Петербург удалил в этот день. Ну и, конечно же, администрация Санкт-Петербурга, вместе с Георгой Сергеевичем, полтавчиком. За ту огромную работу, которую мы ежегодно проводим в преддверии нашего мероприятия. Хочу отметить, что в этом году форум вышел на новый уровень, ознаменовался, в общем-то, знаковыми новшествами, новыми достижениями. И характеризуя Петербургский форум этого года, хочется отметить, и, в общем-то, мне кажется, это справедливо применить к Петербургскому форуму в определении прорывной, новаторской, технологической и сфокусированной. Мы уже привыкли в последнее время к словам санкции, привыкли к звучащим ограничениям в отношении нашей страны. Но Петербургский форум это все развенчал в этом году. Россия – это территория возможностей, и приехавшие представители более 143 стран, более 17 тысяч участников подтверждают то, что Россия – это действительно страна возможностей, а Петербургский форум объединяет мир. Доверие – это ключевой актив в мире бизнеса, и в эти дни мы собрались обсудить вопросы, связанные с этим важнейшим аспектом деловой среды, а также возможностей совместного роста. Хотел бы узнать, про что отметить. Хотел бы узнать, что отметить. Вот у нас приехали представители Европы, Азии, представители международных организаций, организаций объединенных наций, МВФ. И в словах очень многих разлучали новые нотки, говорящие о том, что мир начал меняться. Представитель Китая говорит о том, что промелькнула надежда. Глава государства Японии говорит о том, что надо жить в одном экономическом пространстве и находить точки сопряжения. То, что на форуме сказал президент Лагард, это вообще очень серьезные вещи. Он считает, что голос России в Совете Европы должен звучать на первых ролях. Признание единого отхода России и стран ЕС о незыбленности базовых многосторонних договоренностей в международной политике считают непреложным фактором современного мира. Причем это говорит не только от себя, говорит о том, что это наша согласованная позиция с господином Меркель. Вы знаете, ведь действительно дорогого стоит о том, что лидер Европы говорит своим французским бизнесменам на российско-французском диалоге, что надо в два раза увеличить инвестиции в нашу страну. И это на фоне происходящих призывов английского правительства о том, чтобы продолжить оказывать давление на Россию с помощью принятых Евросоюзом санкций. Непонятно, они из Евросоюза выходят, а санкции Евросоюза хотят им применять. Вот какие-то они непонятные пока. Но, слава Богу, в Англии правительство не обладает единым правом влиять на внешнюю политику. И Палата Лордов обсудила, вызвав на свое заседание представителей английского правительства и сказала, а почему официальные лица Беликобритании не присутствуют на Петербургском форуме? И все это очень важно. Все это очень важно, потому что за этот период, с этих полутора лет, мы прошли очень большой этап изменений, кардинальных изменений в сознании политиков в мире. Вы вспомните, два года назад Госдеп США призывал свои американские компании не приезжать на Петербургский форум. Вы помните, я еще благодарил Госдеп, говорил о том, что спасибо за то, что вы показываете нам рекламную кампанию, бесплатную для нас рекламирует Петербургский форум. А в этом году посол Соединенных Штатов призывает американские компании участвовать в Петербургском форуме. И мы видим этого результата. Самой представительной делегацией в эти дни на Петербургском форуме была делегация Соединенных Штатов. Более 550 человек. Вторые на это месте идут японцы и французы. Это важно. Это очень важно. Я считаю, что даже произошедший переворот в переговорном процессе между Соединенным Штатом и КНДР, когда Трамп заявил о том, что диалог в Северной Италии по встрече возобновлен. И не исключено, что оно произойдет буквально через полмесяца. Это тоже фактор изменившегося мира. Изменившегося в эти три дня. Мы, может быть, за рутины и не заметили всего произошедшего. Но посмотрите, кто у нас присутствовал на форуме. У нас присутствовали вице-президенты, президенты очень представительного сообщества, представляющие больше 2 трети земного шара. Причем на уровне, и это не только представители ШОС, БРИКС, Ямаук, Азии. Это очень большая делегация Латинской Америки. Это, условно, 143 страны. Делайте вы уже. Поэтому форум, безусловно, превратился сегодня в перегресток цивилизации. Нигде, никто в мире, кроме Петербургского форума, не посещает для обсуждения проблем, накопившихся в их экономиках, кроме как в Санкт-Петербург. В Гороз приезжают богатые, когда мы знаем, там богатые люди бывают. А у нас на петербургском форуме приезжают развитые страны и развивающиеся экономики. И дискуссии открытые, неполитизированные. Мы фактически с вами за эти годы совместно создали мировую площадку, основным, главным достижением которой является пространство доверия. И это важно. И это надо зафиксировать. Ведь вот нельзя игнорировать слова Кристин Багард о том, что за прошедшие полтора года экономика России не только не претерпела критических факторов, влияющих на ее основные параметры, но она преодолела существующие внешние ограничения и барьеры и стала лидером по многим показателям. Она вчера об этом сказала на пленарном заседании вместе с президентом России. А Макрон для компании, когда им задали вопрос, значит, а как вы будете своей компанией ориентировать? Ведь вы теряете американские рынки. Он говорит, да, и компании никак не будем ориентировать. Ну, что они сами выберут, где их выгодно. Перегретый американский рынок, он не ждет инвестиций. А инвестиции идут туда, где есть возможность заработать. И Россия, обсуждая мировую повестку дня, предлагая на сегодняшний день форматы, которые... Вот я вчера встречался с представителями института Минкен из Америки. Они говорят, вы сегодня являетесь лидерами мировой повестки. Обсуждают те возможности, которые представляют, в том числе, развитые экономики. Вот о чем говорил и Костин Багат, и говорил Макрон. Ну, ладно. Несколько других аспектов еще хотел сказать. Значит, ну, наш форум проходил, в общем-то, в период формирования правительства. Все, все члены нового кабинета министров присутствовали у нас на форуме. Все заместители, представители правительства, руководители служб, главы 75 субъектов Российской Федерации. Вы вспомните, в Петербурге мы проводили в прошлом году 137-ю межпарламентскую ассамблею стран-парламентов. 137-ю ассамблею. Впервые по итогам этой ассамблеи можно, мне кажется, это так, сделать вывод о том, что это впервые парламенты стран-участников межпарламентской ассамблеи направили свои делегации. У нас присутствовали делегации 19 государств на уровне парламента. Это тоже считаю важным результатом. У нас на площадке собрались все главы большой аудиторской четверки. Это Дилоид, это и Анст Янг, это и Кэмпинг Джи, и вся четверка собралась. На уровне углах это тоже произошло впервые. Всего по состоянию на 13 часов у нас, если подводить традиционный результат, подписано 550 соглашений, те, которые учтены для учета и не являются коммерческой тайной, это подчеркиваем, на общую сумму 2 триллиона 365 миллиардов. Для сравнения хочу отметить, что в 2013 году было 102 соглашения, в 2014 году 175, в 2015-м 205, в 2016-м 356, в прошлом году было 475, в этом году 550, на 2, почти с половиной триллиона рублей. Это тоже важный результат. Коллег, ваших коллег, у нас присутствовало 4100 представителей СМИ всего. В 2017-м году представителей СМИ на Петербургском форуме было 3 тысячи человек. Возвращаясь к международной теме, хотел бы отметить, что Петербургский форум для многих стран стал окном в мир. У нас было несколько президентов государств, которые просили не называть о своем участии здесь. Мы их называть не будем. Но для чего они приехали? Они не встречались с президентом России, но они встречались, но все-таки своим интересам, с бизнесом, который здесь будет отставлен, со своими коллегами между собой. Мне кажется, что Петр Первый прорубил окно в Европу, а мы с вами пошли дальше. У нас в Санкт-Петербурге теперь есть окно в мир. Мне кажется, что мы этим должны прогреться. Вы заметили, что на форуме уже не звучало таким большим резонансом, как в вопросах санкций, глобальной безопасности, все их называют неправильным поведением. И мне кажется, что вот эта конъюнктурная ревизия сложившихся десятилетий, десятилетиями мировой системы международных колговых отношений, вопроса безопасности уже просто всем надоели. Они односкоро не понимаются. И мне кажется, что те, кто принимает такие решения, сами остаются за бортом реальной политики развития. Кто хочет быть ретроградом, он ретроградом. Кто хочет заниматься развитием, вот кто и занимается развитием. Мы с вами перешли в поиск точек глобального роста, акцентируемся на вопросах объединения, объединения интересов, в том числе возможностей для нашего населения, для нашего народа. И вот немножко перескочил, сказал, что правительство у нас снова впервые обсуждало, у нас назначено обсуждало проблему Петербургского на Петербургском форуме. А вы знаете, что самое главное, на мой взгляд, прозвучало там? Прозвучало о том, что сами члены правительства, говоря о себе, о членах правительства, говорили о том, что в правительстве наконец-то должна заработать личная, персональная ответственность за вверенные им сектора экономики, личная, персональная ответственность членов правительства за проведение тех реформ, на которых их ориентировал президент. И я считаю, что это прозвучало на протяжении многих, ну, может быть, за всю постсоветскую историю, в пилы личная, персональная ответственность за члены правительства. И это звучало из уст самих членов правительства. Это важно. Мы ведь даже о большинстве возможностей не знаем, которые перед нами, перед нами, вот как перед гражданами, местами открыты. А у нас сегодня государство оказывает около, больше 300 видов услуг. А мы-то о них и не знаем. Вот сейчас открываются, значит, центры, ну, функциональные центры, центры одного окна, куда можно пойти, получить паспорт, вот, заплатить налоги, значит, определить, получить свидетельство на рождение ребенка, значит, загранпаспорт. И таких возможностей у нас, как у граждан страны, таких услуг государство оказывает более 300. Вот, может быть, новый вице-премьер Татьяна Сема Борякова займется, и мы будем знать больше о наших возможностях. А может быть, будем знать и о наших правах больше. Это, что касается, вот, важное, на мой взгляд, то, что я услышал из происходящих мероприятий на Петербургском экономическом форуме, который у нас проходит в один день, просто для тех, кто это вообще не знает. Вот, мы в этом году провели много совместных мероприятий с Организацией Объединенных Наций, с ЮНИДО. Кстати, если вы заметили, то у нас президент в своем выступлении сказал о том, что впервые в России, вот, а в мире это будет второй раз, во следующий год в Екатеринбурге состоится глобальный саммит производства и индустриализации. Он пройдет вместе с выставкой Индопром в Екатеринбурге. Это тоже важный такой фактор. Также у нас прозвучало на форуме, вот, мало в каких аналогичных мероприятиях это звучит, тема гендерного равенства, тема женского предпринимательства, возможности и для женщин реализовывать свой интеллектуальный, предпринимательский и прочий потенциал. И в Петербурге мы в сентябре проведем евразийский форум женский. Вот, тоже важно. У нас с вами была в Питере большая культурно-спортивная программа. Надо отметить, что администрация Санкт-Петербурга сейчас готовится к праздничным мероприятиям, посвященным 315-летию Санкт-Петербурга. И многие гости продлили свое пребывание. Вы знаете, да, что со вчерашнего дня вступил указ президента в силу о правилах пребывания иностранных участников в связи с проведением чемпионата мира. Особой правилой регистрации. Они не усложняют пребывание в стране. Ну, упорядочивают. И вот многие остались для того, чтобы участвовать в мероприятиях в праздновании Санкт-Петербурга. Сейчас я уже заканчиваю еще две важные информации. Две важные информации. Хотел бы подчеркнуть и выразить особые слова благодарности. Ну, как говорится, за чей счет там все здесь проводили? Весь этот форум. Хочу выразить слова особой благодарности партнеру Петербургского форума. Дело все в том, что государство в мероприятия, которые проводит Росконгресс, бюджетный денег не вкладывает. Это инициатива, широкая инициатива российского бизнеса. Это его социальная ответственность. И хочу отметить, что партнерами Петербургского форума выступили 104 компаний. Причем не только российские, их было 72, но также и 32 иностранные компании. И мы этот потенциал будем расширять, эти возможности предоставлять нашим партнерам. Предоставлять нашим партнерам. Так, что еще хотел сказать важного? А важное? Важное это вот что. У нас с вами организатором мероприятий и организацией, которые формируют повестку, повестку дня в стране стал Росконгресс. И это факт. И фактически можно на сегодняшний день по итогам этого Петербургского форума в полной мере отдать должное Росконгрессу, который состоялся как социально ориентированный нефинансовый институт развития. Он проводил не только крупнейшие международные конгрессы на Восточной и общественные мероприятия, как и вспомнили в прошлом году Всемирный фестиваль молодежи. Как вы помните, Восточный форум, который у нас состоится в сентябре в Владивостоке. Российская энергетическая неделя. Это российский инвестиционный форум в Сочи. Это арктический форум в Архангельске. Всего в годовой повестке и в графике Росконгресса числится около 100 зарубежных мероприятий в этом году. И это действительно по праву достижение, которым мы все можем гордиться. Потому что над содержательной, субстантивной повесткой, с которой выходит Росконгресс на своих мероприятиях, над ней трудятся больше двух тысяч экспертов со всего мира. И вы, и от вас мы также получаем предложение. Считаю, что это тоже является очень важным, важным фактором, качественным фактором, как по закону диалектики, переход количества в качество. Вот у нас Росконгресс достиг вот этого качества. Ну и напоследок я оставил очень важную информацию, очень важную информацию, которая, на мой взгляд, является определенной точкой роста для нашего следующего терминского форума. У нас на мероприятиях в форуме принял участие член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама человек, отвечающий за экономику. Он по поручению своего руководства внес предложение с тем, чтобы Вьетнам на следующий год стал страной-гостем в рамках нашего Петербургского форума 2019 года. Это того же президента будет рассматриваться вот такой вопрос. Жизнь продолжается.